Привет, друзья, и мы снова находимся в главном меню Call of Duty Modern Warfare 3. Помните, несколько месяцев назад я снимал видеоролик с режимом выживания в 2020 году, где даже смог найти одного человека в сетевом матче, на удивление. Правда, потом он свернул лобби, в общем, да, видео было очень интересным. И именно с того момента я забыл сделать ролик по еще одному режиму, который является даже, я бы сказал, эксклюзивным для этой колды, потому что сейчас по памяти не могу вспомнить, был ли этот режим еще в какой-то колде, кроме мультиплеера, но об этом я поговорю чуть позже. Это режим хаоса, да, который присутствует здесь. Он выдается с покупкой, по-моему, третьего дополнения Call of Duty Modern Warfare 3, который я когда-то брал давным-давно, и в нем присутствуют всего лишь 4 карты, что и 8 лет назад, по-моему. В общем, если объяснить вкратце, что из себя представляет режим хаоса. Вы начинаете игру, так же как в режиме выживания. Вы можете подбирать оружие, которое расположено на карте. С каждым убийством противника у вас копится режим хаоса, то есть у вас копится комбо. Чем больше комбо, тем больше вам дают перков, плюшек всяких для облегчения выживания, да, так скажем. Враги становятся сильнее с течением времени, но если вы потеряете вот этот вот хаос, который вы копите, то у вас отнимают все перки, все то, что вы наполучали, и придется получать это заново. То есть велик шанс на то, что ваш персонаж просто умрет от огромного количества противников. Давайте выберем карту Дом, выживание сильнейших, враг со всех сторон. Проще будет на это смотреть уже непосредственно во время геймплея, я считаю. И давайте послушаем брифинг, он же здесь должен быть. О, начинается. Ну-ка, выживите в хаосе задание. Да, посмотрим, что скажешь. Внимание, к вашей позиции приближаются силы противника. Вот, то есть видите, 1х, по идее, тут... А нет, режим хаоса, я так понимаю, не заполняется, пока я не сделаю именно первое убийство, да? То есть вот, видите, шкала пошла. Она со временем будет у меня уменьшаться. Подбор жетонов, урон по противнику, то есть их не обязательно даже убивать. Урон по противнику, подбор жетонов, подбор оружия. Все это обновляет шкалу хаоса и добавляет ей 1х отдельный, да? И как видите, у меня тут уже накопилось 23, 24 и т.д. и т.п. За каждый подобный 10х я получаю дополнительный перк. То есть сейчас у меня работает ловкость рук, я быстрее перезаряжаю оружие. Ковбой быстрее прицеливаюсь. Экстремальная подготовка. Я дольше бегаю, по-моему. Сталкер это офигенная штука, я теперь могу в прицеливании перемещаться гораздо быстрее. И, честно говоря, я не помню, когда я в этот режим хаоса в последний раз заходил, но здесь все настолько интенсивно происходит. То есть сначала тебе кажется, вот ты набираешь комбо 100х, 150, там, 200х и т.д. и т.п. Но на самом деле это все прерывается так же мгновенно. И да, как я забыл сделать обзор этого режима, потому что он больше не появлялся, по-моему, ни в одной колде. Кстати, по-моему, в этом режиме даже можно персонажа прокачивать, на самом-то деле. И самое главное, я забыл про посылки. Посылки здесь это обалденная тема. Как видите, вверху у меня есть таймер. Если таймер дойдет до нуля, и я потеряю свой хаос весь, то игра у меня закончится. То есть персонаж просто умрет. То есть здесь самое главное, это подбирать посылки. Во-первых, да. Во-вторых, здесь нужно следить за временем. Юсп, кстати, поменять здесь нельзя, к сожалению. Поэтому юсп должен быть всегда именно для того, чтобы накапливать урон. Здесь есть еще, кстати, небольшая задержка, прежде чем хаос вот этот собьется, там, буквально 2 секунды. Ну, мол, если ты чуть-чуть совсем не успеваешь. Вот, такие дела. Кстати, джиггернауты уже пошли, совсем забыл отметить это. Так вот, моя догадка по поводу этого режима в других частях Call of Duty. В мультиплеерах колды, начиная, по-моему, с Call of Duty Ghosts, был такой режим под названием Cranked. То есть, заряженный. Не путать с зараженным. Смысл этого режима был в том, что после первого убийства твой персонаж становится, собственно, Cranked, да, заряженным вот этим. Он в 2 раза быстрее перезаряжается, он в 2 раза быстрее прицеливается, он в 2 раза быстрее перемещается в прицеливании, да. И смысл был в том, что когда ты делаешь первое убийство, запускался таймер на полминуты. Если за эти полминуты ты не делаешь ни одного убийства, или даже помощи в убийстве, твой персонаж просто самоподрывается. И, собственно, я так понимаю, этот режим хаоса, он как раз-таки повлиял на полностью вот этот вот режим Cranked, потому что в Бо-2, по-моему, его не было. Он появился именно в Ghosts. То есть, разработчики просто решили вспомнить о нем. Так, я уже не смотрю, какие я тут бонусы подбираю, но могу сказать, что патроны у меня заканчиваются уже очень быстро. И спросите, какое у меня тут было максимальное комбо вот это? Я не помню. Серьезно. Так, забираем MP7. Я говорю, настолько интенсивный режим, что я даже не успеваю ничего комментировать, по сути. Мы сегодня с вами сыграем, кстати, несколько карт в этом режиме, потому что на одной, к сожалению, много веселья, фана, да, не получишь. 200, кстати, уже есть. Нормально. Слушай, я, по-моему, в этот режим не заходил как раз-таки с момента покупки вот этого третьего DLC в году 2012. И он все так же нормально ощущается вполне. Только единственное, в него еще, кстати, можно играть в коопе. Держу в курсе. Но вот, к сожалению, у меня было мало практики в коопе. Вполне балансно, я считаю, то, что враги здесь перемешиваются. То есть тут могут быть ополченцы с дробовиками. В общем-то, стандартная практика, да. Либо тут могут быть уже челы с фадом, которых хрен пробьешь. Ну и джиггернауты, естественно. Максимальное комбо у меня тут было что-то в районе 300-400. У меня даже, помню, были какие-то прям древние видосы на канале. Так, секунду, гранаты берем. Придется кинуть гранату. Найс. Так вот, были какие-то видосы у меня на канале, там, многолетней давности. Как раз, наверное, восьмилетней. Когда я еще, будучи школьником, снимал обзор этого режима. Знаешь, вот как раз, по-моему, с того момента и не заходил сюда. Режим выживания, знаешь, он такой медлительный был. То есть пока ты не дойдешь до волны 20-й хотя бы, ничего вообще происходить у тебя здесь не будет. Вот. А здесь уже сразу тебе просто навешивают кучу всего. Выживай, пожалуйста, друг. У меня, по-моему, кстати, оживление уже... Да. У меня оживления закончились. Либо я сейчас в посылке его подберу, если, конечно, выпадет. Либо это ГГВП. Я ставлю, что это будет ГГВП, потому что, ну, альтернатив просто нет. Посмотрите на это. Меня уже начинают зажимать со всех сторон. Дополнительные джиггернауты уже подъехали. А, это уже бронированные. Ну, в общем, начиная где-то с комбо 250. Можно уже полностью рассчитывать на рандом. Ну, что тебе выпадет либо оживление, либо тебе тут оружие будет выпадать постоянно. Да, перед тобой. Либо тебе выпадет заморозка. Кстати, по-моему, ничего здесь активировать не надо, да? Все-таки потерял комбо. Ладно, 260х я набрал. Чисто с первого раза, чисто такой первый заход. Так, давайте посмотрим. Значит, время 6.44. Общий счет. На общий счет, может, не обращать внимания. Он всегда здесь будет огромный. И 6 минут 44 секунды. Я всегда считал то, что смысл этого режима набить как можно больше именно времени. То есть, не комбо, а времени. Ну вот, и представьте, что с таким огромным количеством бонусов я сейчас откатился из-за того, что просто комбо кончилось. Хотя, с другой стороны, оживление я тоже тратил. Хорошо. У медали две стороны. Поэтому многие сейчас могут спросить, типа, ну раз ты нахваливаешь режим хаоса, да, в этой колде, то тогда резонный вопрос. А почему его все-таки нету в других частях серии? А вот тут уже, наверное, идет такая штука, как вкусовщина. Во-первых, режим очень короткий. То есть, чаще всего, когда разработчики делают какие-то кооперативные режимы, они делают его достаточно длинными. То есть, чтобы люди, знаешь, просто посидели, погриндели, там, пополучали удовольствие и так далее. Здесь такой режим, знаешь, вот я говорил, у меня была практика в коопе. Я там играл со своим корешем давным-давно. И мы выживали буквально минуты до десятой. То есть, даже кооп здесь особо погоды какой-то не делает. То есть, если, допустим, у одного заканчивается комбо, а у второго оно еще работает, или его просто убивают, да? Второй, по-моему, может его оживить здесь. Вот насчет этого я уверен не на 100%, но, по идее, это должно работать именно так. Все, все перки мы сами получили. И, по-моему, перков здесь все равно маловато, да, если честно говоря. Вот если бы тут хотя бы до х100 раздавали что-нибудь, было бы в разы лучше. Кстати, по-моему, здесь комбо даже... Это проще копить. То есть, смотри, в отличие от дома, на этой карте не падают дробовики, там парные эти автоматические пистолеты, да, типа скорпионов тех. Здесь падают пулеметы, потому что единственное, тебе их надо перезаряжать. И сотня вон копится уже мгновенно. Давай, кстати, заморозку возьмем. Подожди, а я заморозку убрал в тот раз. Активировал ли я ее? Или она автоматически активируется? Слушайте, а реально, я забыл активировать ее. Вот, четверку нажимаешь, и когда активируешь заморозку, у тебя просто комбо тормозится на буквально несколько секунд. Вот, и ты в это время можешь спокойно побегать, порегенерироваться, поискать дополнительное оружие и т.д. и т.п. Зачем я Бизон только что взял? Сам не понимаю. Ладно, не важно. И, кстати, до сих пор не понимаю логику игры по поводу того, что здесь нельзя заменить Юсп. Ты начинаешь любую карту режима выживания также с первым пистолетом. Но ты его можешь заменить. И при этом, когда у твоего персонажа серьезное ранение, он опять же вытаскивает пистолет. Но оружие-то возвращается прежнее. Поэтому, нафига здесь Юсп? Я без понятия. Вообще, никогда, видимо, не пойму. Может, им просто лень было что-то делать с этим? Они решили оставить. Слушайте, мистер Джиггернаут, спасибо, да, откатывайтесь уже. Красные жетоны, кстати, с них падают. Только сейчас обратил внимание. 173. Обалденно. Здесь комбо копится гораздо лучше, гораздо эффективнее. Видимо, дом в этом плане была самой жесткой картой, наверное. Ай-яй, смотри, там дорожка целая появилась уже из противников. Так, еще. Тачка, подрывайся, ну. Никого она даже не задамажила. У меня, кстати, периодически чуть-чуть фризит этот режим. Вот совсем немного. Видимо, из-за того, что все-таки слишком много объектов присутствует на карте. Слушай, как убить этого Джиггернаута? Так, подойдите кто-нибудь. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Ну, я вот говорю, Юспот отдает, ни хрена с ним не получается сделать. И я не снес Джиггернаута буквально вот совсем чуть-чуть. Ну, полетели далее. За две сотни мы с вами уже улетели. Можно ли взять больше? Хрен его знает. Надо будет... Я вот не знаю, кстати, будем ли смотреть на еще одну карту. Давай, 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 давай. Мне надо добраться до отметки 5К, которая там находится. Посылки здесь, конечно, сбрасывают... Извините, конечно, что я сейчас скажу, но в жопу мира. Серьезно, потому что по-другому это дело не... Это... Как его он? Не опишешь. 5К. Нормально. Слушай, а персонаж это, наверное, здесь прокачивает? Я не помню, говорил я об этом или нет. Уже все мысли путаются. Персонажа, наверное, прокачивает здесь вообще одно удовольствие. Считай, столько убийств делаешь буквально за 10 минут времени выживания, и столько явно не получится оформить. Что-то, кстати, оружие стало выпадать все хуже и хуже. То есть, страйкер выпадает. Проблема страйкера в том, что его перезаряжать надо. Он же перезаряжается не единым магазином, да, тут. Патроны по одному вставляются. Эх, по-моему, персонажу конец. Ага, я так и понял. Слушай, до 300 хотя бы надо дотянуть. Давай еще раз. До 300. Два вторых шанса осталось. Превосходно. Надо еще флешку кинуть. Вообще не понимаю, куда идти. Вообще не понимаю, что тут делать. Пожалуйста, просто дайте миллиард оружия и спасибо. Наверное, не самый лучший спот для турели. Я говорю, хотя бы до 300 нужно дойти. И если это действительно самая простая карта в этом режиме хаоса, тогда все окей. Если есть еще легче. Например, виллаж какой-нибудь, на которой, кстати, вообще не было за все время. Ну что, друзья, могу вам сказать. Режим точно не для видеоролика. Потому что я не успеваю комментировать все, что здесь происходит на экране. А вы просто смотрите над тем, какое мясо здесь творится. Ну, собственно, режим хаоса. Как вы хотели. Какой режим вы хотели с таким названием? Других как бы и не держим. Что-то новенькое, что-то интересное, да. Но очень быстро надоедает. Просто помню, когда в 12-м только заанонсили этот режим. Я очень сильно хайпил по этому поводу. То, что такое, йоу, что-то новенькое. Наконец-то там всем друзьям разослал. Говорю, вот, какой-то новый режим коопный, наконец-то добавили. Никаких там спецопераций больше и т.д. и т.п. А потом он вышел по итогу, покатал немного и понял то, что, ну, так, чисто на несколько раз, не более. Не вытаскиваю уже, вообще не вытаскиваю. Слушай, сейчас, наверное, придется слить. Нет, вот этот вот джиггернаут, он сейчас просто спас мне жопу. А кто-нибудь, кто-нибудь? О, отлично, последний шанс. Так, эту заморозку активируем и дополнительную минуту берем. Все, с кайфом, отлично. Только боюсь, что сейчас это с кайфом уже не протянет. Посмотрите, сколько противников еще на локации. Я так тупо сейчас потерял все бонусы, которые у меня были. Ну, а теперь попробуй набери их обратно, да. А что, быстрой перезарядки у меня больше нету. Если я сейчас успею ее взять. Нет, не успеваю. Режь его. Отлично, нормально. Я ничего не успеваю сделать. Вообще ничего не успеваю сделать. Смотри, да. Потерял бонусы на 350 просто по приколу, ну. На карте резистанс уже 7 минут 19 секунд было. Комбо 341. Но это из-за того, что здесь пулеметы чисто уже нараздавали. Итак, по поводу оружия. Значит, G36C. Вот этого оружия у нас часами не было на предыдущих картах. MP7. Я так понимаю, здесь одни ППшки преимущественно, да, будут присутствовать? Underground чем плоха? Карта, конечно, классная. Выглядит обалденно. Но единственное, она слишком большая. С одной стороны, ты можешь регенерироваться. Вопросов как бы нету. Просто отбежал. Но, собственно, вот да. Вот про это я и говорил. То, что сейчас произошло. Собственно, просто стоит противникам затупить. Не появиться перед вами. И вот у вас все заканчивается. RPG. В студию. Еще RPG. Четырехкратное убийство даже сделал. Неплохо. Еще RPG. А им панчит очень жестко. Не могу набрать комбо пока на этой карте. Вообще никак не могу. Приходится просто резать челов. Давайте, давайте, ребята. Не все же мне за вами бегать, правильно? Полтинничек есть. Отлично. МК-14 с модулями. Вот, кстати, МК-14, наверное, даже одно из самых лучших здесь оружия. Ну, после пулеметов, естественно. Перезаряжается быстро. Урон довольно большой. Не то, что прям ваншотает, конечно, всех челов здесь, да? Так, ну поехали. Значит, удерживайте комбо. А теперь задание. Зарядка. Зарядка это увеличенная скорость передвижения, наверное, да? Экстремальная подготовка помогает не выдыхаться быстрее персонажу. А эта штука, наверное, позволяет бежать быстрее. Короче, аналог перка легковец из МВ-2. Роу, пацаны. Собаки. Вот, главная суть карты Underground это собаки. Они здесь присутствуют. Я не знаю, они где-то спаунятся каждые полминуты. И не всегда получается от них нормально отбиваться. Иногда они просто могут тебя загрызть. И на этом выживание подойдет к концу. А еще, кстати, пока вот эта анимация работает, да? Как главный герой убивает собаку. Как она напрыгивает на него. Скорее всего, у тебя, опять же, тратится просто так шкала. Ну, чисто по приколу. Не поверите, кстати, первый джигернаут только что появился. Спустя вот 150х, наверное. Там дополнительную минуту можно взять. Блин, у меня миллиард посылок сейчас валяется по всей карте. Я ничего не могу с этим поделать. Дополнительное время? Отлично. Здесь, кстати, еще можно следить за экраном. По идее, когда у тебя время заканчивается, у тебя экран, ну, таким желтым начинает обводиться. Так что, все нормально. Я контролирую ситуацию, и я просрал ситуацию. Если бы дополнительную минуту сейчас не подобрал. А если было бы еще хуже. Говорю, теряешь комбо, чаще всего это уже не выигрывается. Шанс на то, что ты сможешь его заново поднять и удержать, это стилить фраги союзника, который с тобой здесь бегает. Или, не знаю, ну, чисто уже по приколу подбирать абсолютно все, что здесь есть. Каждый раз, когда я подбираю этот дробовик, у меня выживание как раз подходит к завершению. Здравствуйте, добрый вечер. Я тут понаходил всякого... Блин, собаки-то уже это, с С4, между прочим, присутствуют. Так, это готово. И я сразу подорвался. Надо хотя бы попробовать результат в 11 миллионов побить. Сколько на резистансе? Ведь 11 миллионов, да, было? Ах, побил, да. Слишком много чел. У меня ускоренной регенерации нету, к сожалению. Ах, просрал все-таки в конце комбо. Да в смысле нормально, это ни о чем. 6 минут выживания, 6 миллионов всего лишь поинтов накопил. А теперь забудьте все, что я говорил в начале этого ролика по поводу своего максимального кумба. Я только что прокатился по нескольким картам. И посмотрите на это чудо. Карта Доум. Ранг 335. 745 комбо, 9 минут выживания. Этот рекорд был поставлен вот как раз где-то около 8 лет назад у меня. И в сегодняшней серии я, к сожалению, не смог его уже побить. Может, все-таки карта Доум действительно является лучшей для этого режима? В общем, друзья, вот такой сегодня получился видеоролик. Я не знаю, сколько из вас знало вообще про этот режим хаоса. И поняли ли вы что-нибудь из этого видео, если попытались именно узнать что-то новое о нем. Ну и для людей, которые играли в этот режим, я просто напомнил, что он из себя представлял. Получается, в МВ3 действительно больше не на что смотреть. Спецоперации выживания и хаос. Все. В принципе, все режимы уже попали под обзор. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Если это так, не забудьте оценить его пальцем вверх. Кстати, напишите в комментариях, что думаете по поводу этого самого режима хаоса. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Сейчас на экране появятся и другие видеоролики, которые вы можете посмотреть. Поэтому обратите на них внимание. Всем желаю удачного дня. Услышимся с вами завтра. И всем пока. Продолжение следует.